Прямо сейчас приветствуем в нашей студии гостью Людмилу Козлову, директора Красноярского дома кино. Если вы еще не знаете, куда позвать свою половинку для того, чтобы отметить День любви и семьи и верности, то мы сейчас как раз и расспросим, что подготовил Дом кино к 8 июля. Доброе утро. Здравствуйте. Так, расскажите, где сегодня пройдет кинопоказ? Куда людям стремиться? Кинопоказ пройдет на набережной под открытым небом. Ну, если сориентировать территориально, то нужно двигаться вправо от капитанского клуба. И там на полянке... Если смотришь на капитанский клуб, да? Да, если стоишь лицом к капитанскому клубу, то надо двигаться прямо по дорожке. И на одной из полянок будут посадочные места, будет стоять экран, и в 10 часов вечера мы покажем кино. То есть, получается, можно ориентироваться на ЗАГС, если от ЗАГС по прямой тип, от крыльца, то, в принципе, спустишься как раз к этому самому месту. Ну, сколько открытый кинозал вместит зрителей? Мы думаем, что зрители могут заполнить все места, потому что мы предлагаем не только деревянные стульчики. Можно будет посидеть на траве, на специальных таких сидушках, укрыться пледами, поскольку все-таки это вечернее время, уже достаточно прохладно. Но мы надеемся, что погода будет хорошая, и наш кинопоказ состоится. Давайте не будем в этом сомневаться, чтобы точно не было дождя. Кинопоказ чего будет на сей раз? Какой репертуар? Традиционно, вот уже третий год, мы выбираем для этого показа мультфильм, который называется «Сказ у Петре и Февронии», и он, собственно, рассказывает эту легенду, которая и стала основой для праздника Всероссийского дня «Семьи, любви и верности». И обязательно подбираем российскую картину о семье, семейных отношениях, о детях, ну и, конечно же, о любви. В этом году мы покажем картину режиссера Олега Бондарева, которая называется «Мачеха». Снят фильм в 1973 году в главной роли Татьяны Доронина. Это очень замечательная душевная картина. Можно сказать, что сюжет, который там представлен, это сюжет на все времена, он актуален и сегодня. Это история очень счастливой любящей пары, в которую просто волей судьбы попадает приемный ребенок. Можно сказать, что это вот такое вот прошлое мужчины, о котором он сам не знал. Но умение понять, да, именно умение женщины понять, простить, принять и полюбить чужого ребенка, вот оно и создает эту уникальную историю. Сколько, по-вашему, еще удастся показать, в принципе, в городе Красноярске до конца? Лето, по всей видимости, или осень тоже захватится? Вот таких будет показов. Вот подобный показ на большом экране мы делаем один. И традиционно мы делаем его именно к этому празднику. Ну, в принципе, Дом кино работает на набережной в проекте «Артберег», и каждую, вернее, раз в два месяца по средам мы выходим туда и показываем самые разные фильмы. А, то есть среда, в принципе, для людей, ориентир, и примерно часиков в семь после работы, да, это происходит? Да, примерно в это время. То есть можно с удовольствием прогуляться после работы тяжелой, сложной, взять с собой непременно плед. Нет, потому что у нас такие гости, это работа в радость. Спасибо большое. Мы всех сегодня призываем прийти на набережную, район ЗАГСа, Нижний Ярус только, это набережная. Посмотри, много чего происходит сегодня возле ЗАГСа. Это метро просто. Ну что ж, да, и увидеть чувства на больших экранах, скажем так. А еще специальные шубы? Да, мы разговаривали об открытом кинопоказе, уникальном, единственном в июле, это точно, с Людмилой Козловой, директором Красноярского дома кино. Людмила, спасибо большое, ждем вас с новым поводом. Спасибо большое. Да, и мы желаем вам огромное количество сегодняшних посетителей. Погода, посетители будут, главное, чтобы погода не подкачала. Всех.